В 1984 году весь Советский Союз потрясла страшная история. В одном из столичных зданий суда проходило громкое дело. На скамье подсудимых своего приговора дожидалась молодая и довольно приятная супружеская пара – 27-летний Геннадий и 21-летняя Инна Калинины. Впрочем, сочувствия к ним никто из присутствующих не проявлял. Скорее наоборот. Многие желали, чтобы им вынесли смертный приговор и как можно скорее расстреляли. «Но что же такого ужасного могли совершить супруги Калинины?» – спросите вы. А чтобы во всем разобраться, вам просто необходимо послушать эту шокирующую историю до конца. Но перед тем, как продолжить, хочу порекомендовать вам отличный YouTube-канал наших друзей. «Лекторий Достоевский». Там в простом и интересном формате вы сможете узнать о русской истории, литературе и искусстве. В «Лектории» собраны только проверенные факты и описание событий. Сейчас на канале «Лекторий Достоевский» выходит интереснейший цикл видео, посвященный СССР. Вы сможете узнать о главных событиях и исторических эпохах в Советском Союзе, а также о промышленности, советских спортсменах, культуре и искусстве, ну и, конечно же, о советских людях. Узнавайте главное о Советском Союзе каждую неделю в новых видео на канале «Лекторий Достоевский». Переходите по ссылке в описании видео и подписывайтесь. Итак, июльским ранним утром 1983 года в московской квартире на Тверском бульваре случилось большое горе. Юная Наталья, пройдя в коридор, обнаружила там своих мертвых дедушку и бабушку, которые лежали на полу в луже крови. Жертвами убийств стали 80-летний военачальник, вице-абмирал, участник Гражданской и Великой Отечественной войны, герой Советского Союза, друживший с самим Брежневым, Георгий Никитич Холостяков и его супруга Наталья Васильевна. Девушка сразу же бросилась звонить в милицию. Так как убитый ветеран был видным человеком, преступление оказалось весьма резонансным, и его расследование взял под контроль сам ген секции ККПСС Юрий Андропов. Прежде всего стало ясно, что убили Холостяковых люди, которых жертвы нападения хорошо знали и сами впустили в квартиру. Но кто это мог быть? Версий было много. Вспоминали и боевой путь убитого, и арест в 1938 году. Вдруг какая-то месть, давние отношения. Перебрав множество вариантов, следователи остановились на парочке студентов журфака МГУ, которые, по словам внучки, приходили в квартиру за неделю до этого, расспрашивали Георгия Никитича о его боевом пути и восторженно ахали, рассматривая награды. Следователи сразу же сделали запрос в МГУ. Оказалось, что никаких студентов с подобным заданием оттуда к Холостяковым не направляли. Подозрение закрепило пропажи из квартиры Кителя вместе с наградами. У ветерана их было множество. Среди них три ордена Ленина, три ордена Красного Знамени, орден Суворова Первой степени, два ордена Ушакова Первой степени, орден Отечественной войны Первой степени, орден Красной Звезды и несчетное количество медалей. Кроме того, старик был награжден орденами Британской империи, Югославии, Румынии, Болгарии, Австрии, Чехословакии и Венгрии. Все это стоило баснословных денег. Достаточно сказать, что кавалеров ордена Ушакова на весь СССР было всего 23 человека. А Холостяков был награжден двумя такими орденами. Сомнений не было. Ветеранов убили ради наград. Оперативникам пришлось вплотную заняться коллекционерами и скупщиками медалей в столице. Так они вышли на барышника, уже отбывавшего срок, у которого некогда при аресте были найдены несколько десятков разнообразных медалей и орденов. Он рассказал, что несколько наград купил у некоего Гены, живущего в Иванове, и составил его словесный портрет. Опергруппа выехала в Иваново. И довольно быстро Гена вместе с женой-подельницей Инной были схвачены. Енадий Калинин и Инна познакомились на отдыхе в Одесской области летом 1980 года, когда девушке еще не было и 18 лет. Вскоре они поженились и перебрались в Иваново. Однако симпатию молодые люди испытывали не только друг к другу, но и к роскошному образу жизни, который вести им не позволяло весьма плачевное финансовое положение. Инна в то время училась в Ивановском институте, а Геннадий уже давно учебу бросил, а точнее его отчислили за спекуляцию. Но и устраиваться на работу Гена не спешил. Аргументы приводил привычные. Дескать, на такие копейки, как платят на заводе, не то что на нормальную жизнь, на питание толком не хватит. Он мечтал о быстром обогащении. И, конечно, без приложения большого количества сил. Мечтали они вместе с Инной о том, как разбогатеют, станут жить как люди. На море будут ездить, деликатесы есть, машину даже купят. Вот только в этих мечтах работе места так и не нашлось. Зато мысли их вполне естественно повернулись в сторону быстрого заработка. Пусть даже и незаконным путем. Стоит отметить, что судьбу свою они выбирали вполне осознанно. В результате Калинины примкнули к банде некоего Тарасенко, которая занималась грабежом ветеранов-фронтовиков. Разбойники воровали у них ордена и медали, а также не забывали сбережения и драгоценности по ходу дела уносить. Вскоре молодоженам надоело работать на банду, и они пустились в свободное плавание. Калинины даже придумали собственную схему, которую отработали сначала в родном Иваново, затем поехали гастролировать по другим населенным пунктам СССР. На доске почета практически в каждом городе висели портреты фронтовиков, у которых было большое количество наград. Прибыв на новое место, Инна и Геннадий направлялись сразу к ней. Супруги запоминали или записывали имена фронтовиков. Потом в справочной узнавали адрес героя и направлялись к нему. Время от времени необходимую информацию они получали в городских или районных советах ветеранов. Калинины представлялись фронтовикам журналистами и студентами журфака, а затем просили рассказать о войне. Естественно, польщенные вниманием ветераны щедро делились воспоминаниями и не отказывались напоить гостей чаем или принести стакан воды. Но стоило только хозяину отлучиться на кухню, как грабители тут же исчезали, украв все фронтовые награды и сбережения. Орудовали калинины по городам на протяжении двух лет, успев совершить почти 40 преступлений. В том числе в Смоленске, Одессе, Белгороде, Кишиневе и еще 15 городах СССР. Украденные у ветеранов награды супруди тут же сбывали на черном рынке и успели к 1983 году выручить за них более 40 тысяч рублей. Но потом им и этого уже показалось мало, хотя сумма по тем временам была очень солидная. Летом 1983 года Инна и Геннадий Калинины решились на самое дерзкое и кровавое ограбление. Супруди разработали план по ограблению вице-адмирала в отставке Георгия Никитича Холостякова, героя Советского Союза и кавалера многих наград. Он жил в столице, куда и собрались отправиться Калинины, но сначала Инна должна была сдать сессию в институте. Чтобы не терять времени даром, Геннадий в ожидании, когда освободится жена, отправился с приятелем на ограбление в село Ёлнать, неподалеку от Иванова. Там жила вдова священника, и преступники надеялись хорошо поживиться, предполагая, что в доме у нее могут находиться старинные иконы. Во время ограбления несчастная женщина была дома. Она пыталась поднять шум, но Геннадий тут же заставил ее замолчать навсегда, сильным ударом монтировкой по голове. Это было первое совершенное Калининым убийство, да к тому же абсолютно бессмысленное. Никаких старинных икон в доме вдовы не оказалось. Лишь дешевый новодел, цена которого, если собрать все, не составила бы и ста рублей. После столь постыдного провала Калинину требовался реванш. 13 июля 1983 года он прибыл в Москву вместе с женой и сразу же направился в Мосгорсправку, чтобы узнать адрес своей будущей жертвы. Затем Калинины поехали к Георгию Никитичу домой на Тверской бульвар. Представившись студентами журфака, преступники уговорили героя Советского Союза дать им интервью, которое продлилось больше часа. В тот день Калинины только изучали обстановку, а ограбление было назначено на следующий. Но 14 июля, когда они снова явились в дом ветерана, тут же вслед за ними пришел гость, писатель Николай Панин, а преступникам пришлось спешно ретироваться. 15 июля они вернулись снова, причем позвонили в дверь Холостяковым в 8 утра. Вице-абмирал был очень удивлен очередным визитом странных журналистов, а его супруга Наталья Васильевна, почуяв неладное, хотела выйти из квартиры. Но в коридоре ее настигла рука убийцы. Калинин безжалостно ударил женщину монтировкой, и она упала замертво. Выбежавшего из комнаты на шум Георгия Никитича постигла та же участь. Из дома героя они забрали китель с наградами, орденские книжки и несколько хрустальных ваз. Тела погибших обнаружила внучка Холостяковых Наташа, которая спала в дальней комнате и не слышала шума. После убийства вице-адмирала и его жены Калинины не успокоились. Они продолжали грабить ветеранов. Но дело об убийстве Холостяковых было слишком серьезным, чтобы его могли оставить без внимания. Юрий Андропов поручил его раскрыть в самые короткие сроки, присвоив делу статус особо важного. В октябре 1983 года, через несколько месяцев после убийства, Геннадий и Инна Калинины были арестованы. Приговор им вынесли в 1984 году. А в ходе следствия было раскрыто сразу множество дел о грабежах ветеранов. Супруги даже не раскаивались в совершенных злодеяниях. Они находили оправдание себе в том, что смогли короткое время пожить как люди. Единственное, о чем сожалел Гена – о том, что втянул жену в свою деятельность. Суд приговорил Геннадия Калинина к расстрелу. А его супруга Инна получила 15 лет лишения свободы. Вскоре мужчина был расстрелян. О дальнейшей судьбе Инны нам ничего не известно. На этом у меня все. Если видео было вам интересно, поддержите нас лайком и не забывайте подписаться. До новых встреч! Субтитры сделал DimaTorzok